Всем привет, пацаны! Сегодня я решил показать вам, как я играю в Майнкрафт. А точнее, не показать, как я играю в Майнкрафт, а мой маленький домик, который я построил за три дня. Вот, вы меня сразу извините, потому что я недавно пришел, честно говоря, не очень помню откуда, вот. И у меня немножко не выветрился алкоголич, поэтому я могу запинаться, забухаться, за вообще, за все что угодно. Вот, и поэтому я не контролирую свою речь немножко, и, честно говоря, я не знаю, где мой дом, блядь. Я пытаюсь его найти уже два часа, а он... А, вот я идиот, вот он сзади. Так, сейчас я вам все покажу. Ну, вообще, я хочу сказать, что в Майнкрафт, на самом деле, я обнаружил... Блядь, что это? Откуда тут вообще люди взялись? Я что-то один жил. Майнкрафт я обнаружил еще, наверное, на бете, но так и не смог в нее поиграть, потому что она стоила денег. Да, я хотел заплатить эти деньги, но я не мог заплатить эти деньги, вообще, парадокс, да? То есть, я хочу дать денег производителю, но не могу этого сделать. Что вообще очень удивительно для 21 века, когда я хочу кому-то дать деньги, они их не принимают. Вот, и поэтому до, вот, практически вот этого момента я в Майнкрафт не играл. До версии... Бррр, хуй знает какой еще версии я не играл в Майнкрафт. В общем, месяца три назад я первый раз зашел. Что-то там потыкал лопаточкой вот в эти кубики. И пособирал там грязь, пожрал грязь, построил себе домик из грязи. Потом мой домик из грязи, естественно, ебнули какие-то чуваки, и я ушел. Вот, и сейчас я что-то опять решил зайти, но раз все равно делать нечего, подумал, ладно, похер. Какая разница, поиграем чуть Майнкрафт, когда делать нечего. И вот за очень медленным темпом, за дня три или четыре, я просто захожу на полчасика и копаю. Копаю, копаю и строю. Итак, это вот мой домик, короче. Я, сразу стоит сказать, что никакими архитектурными и дизайнерскими талантами я вообще не обладаю. Поэтому мой дом максимально, как сказать, ну, максимально такой простой. Он состоит из квадратов, квадратов и еще больших квадратов. И такие декорации еще присутствуют, типа дерево и стекло. Стекло, дерево, квадраты. Квадраты, дерево, стекло. В общем, все как обычно. Если вы заметили, то у меня, как бы, мой домик стоит на горе. Я всегда хотел иметь дом на горе, не знаю почему. Возможно, потому что я мудак. И воображал себя каким-то варваром и так далее. В общем, я не знаю. Я решил построить его высоко, незаметно. Мне просто нравятся всякие высоты и так далее. Вот. И, соответственно, заходим. Точнее, не заходим. Давайте я вам расскажу, что вот это вот такое. Это деревянная дверь. Сейчас я ее открою. Оп. Охуеть. Заходим. Закрываем за собой дверь. Кстати, не понял. Ладно, потом разберемся. Тут у меня, как бы, гостиная. Это ящик. Смотри, это тоже ящик. Снова ящик, который был секунду назад. Дверь. Ящик, ящик, дверь. Тут рабочее место. Всякие печки для нацистов, для евреев, извиняюсь. Смотрите, какая декорация. Видите, это как бы, как бы, я не знаю, потолок навесной. Прозрачный, то есть, солнечный свет попадает. Я выходил на улицу специально, ну, прикиньте, да, строил. До такого я не мог додуматься. То есть, такое декоративное устройство, это просто верх моей гениальности. Хотя я знаю, что это говно на самом деле, но из себя я выжил последний соки. Вот. Ну, то есть, дом у меня такой деревянненький пол, каменные стены, дубовые, или это что это, сосновые. Ну, хуй поймешь, что за дерево, короче, декорации. Тут, типа, тумба, типа, что это, это диван. Это, что тут у нас? Жрачка какая-то не очень богатая, сырная свинина и два яблока. Тут какой-то столб, вообще не знаю, что он тут делает. И это моя комната, это моя комната. Вид из окна великолепный. Нихоя непонятно вообще, где я нахожусь. Двери за бред, закрыть. Это моя кровать. Это опять охуенные декорации. Дерево, стекло, дерево, стекло, дерево, стекло. А тут у нас дерево, стекло, дерево, стекло, дерево, стекло, стекло, дерево, да. Тут моя кроватка. Тоже очень все круто. Рабочее место, мне тут не нужно вообще. Что тут у меня? Ничего нету. Пустой сундук, ибо бомж. Что-то я... А, я забыл вам сказать. Как только я зашел в игру, я, конечно же, появился в доме. И каким-то необычайным образом. Ну, точнее, не необычайным, а образом таким, потому что я дебил. В общем, ко мне пробрался в квартиру какой-то чувак, который оказался наполовину пиздоболом, точнее, не пиздоболом, а наполовину ёбком. Вот. Так как все двери заблокированы. Ну, вы знаете, тут можно поставить, типа, приватные двери, чтобы другие игроки не могли входить. Вот. Он сделал вот такую хуйню. То есть он прорыл вход ко мне в дом. И изнутри, как бы, из пещеры. Но так как я не особо умён, я не знал, как, и до сих пор не знаю, как заприватить, собственно, землю, там, и зону. То есть чтобы вот это вот всё, начиная, там, грубо говоря, отсюда, заканчивая, там, какими-то полями вдалеке, за два километра отсюда, было моим. И никто не мог ничего разрушить. Вот. Поэтому я тупо ограничивался запиранием дверей. Но, как и видно, это не помогло. Чувак прорыл отсюда ход. Тут он, вроде, ничего не тронул. Потом он пошёл наверх. Кстати, я забыл сказать, тут, как бы, должна быть ферма. Я, точнее, не ферма. Да, ферма, точно, ферма. Но какого-то хуя зелёная трава не растёт. Я не знаю, может, в Майнкрафте она не должна расти зимой. Скорее всего, наверное, так и есть. Просто, как бы, тут есть солнечный свет. Блядь, сука, он всё-таки разрушил что-то. Смотрите, тут не хватает стекла. Разрушил. Пипец. Он испортил весь мой декоративный приём. Я столько трудился над ним. А стекла не хватает. Так вот, тут трава не растёт. По идее, я хотел, чтобы тут росла трава. И появлялись животные. И потом я их вот так вот брал свой меч и кромсал на половинке. И жрал потом. Кромсал и жрал. И всё, я больше ничего в этой игре не делал. Но они почему-то не появляются. И трава не растёт. Не знаю. Я просто не очень хорошо разбираюсь в механике игры. Но... Вот смотри. Вот тут зелёная трава. Схуяли. Тут даже света, блядь, нет. Но она зелёная. Тут света, ну просто, я не знаю. Божье царство. А травы нет. Травы нет. Ладно. Ладно, ребята. Давайте забрикадируем эту хуйню. Я потом разберусь, как поставить. Кстати, может вы, кто играет в Маграм, знаете, как заприватить что-то. Я только знаю, что нужно писать вот такую херню. Ц. Я даже не знаю, что писать надо. Ц, блядь. Да что такое? Я забыл. Короче, там что-то надо писать. Он тебе требует какой-то ID, который я вообще не знаю. И шлёт меня нахуй. Так, значит, это была гостиная. Это был мой подвал, где я... Типа, подземная ферма. Что мне, кстати, очень нравится. Я люблю всё делать под землёй. То есть у меня такой, знаете, домик на горе, который уходит в глубину в землю. Я планирую его расширить просто до невъебенных высот. Так, тут у меня, типа, сундучок, всякие золотые слитки, железные слитки, глаз-алмаз, какая-то хуйня синяя, и грибы, и грибы, и грибы, и грибы. А, нет, красный камень. Так, да, красный камень, красный камень, красный камень. Да. Тут у меня лестничка, такое моё любимое место. Ну и, собственно, оно единственное. Это, типа, спуск на второй этаж, но он как бы ниже. Но всё равно второй этаж. Тут у меня предметы для работы. Это, это печка. Это не печка. Значит, опять сундук, заебали. Сколько я сундуков заставил. Тут у меня вход в шахту. То есть я тут рыл-рыл-рыл-рыл. Ну, она очень глубокая. Там до рыл, до лавы, там до, ну, как вы видели, до алмазов. Короче, всё нормально. Я вниз не пойду, потому что боюсь, что я заблужусь и сдохну, нахуй. Так. Закрываю дверь. Как видите, тут у меня половина каменная, половина из говна сделана из земли, то бишь. Но я потом всё это заставлю деревянными дощечками, и всё будет вообще шикарно. Так, мусор написано, мусор. Тут у меня сидит мент, как вы поняли по названию. Но это, конечно же, офигенная шутка моя, никакого мента тут нет. Это я вот сюда тупо скидываю, короче, ненужный хлам. Так, подхожу к краю и, грубо говоря, делаю снежок. Выбрасываем. Это пидорас красный факел использовал мой. Вот что я нашёл, когда зашёл в дом. Там было разбросано два красных факела на каких-то стенках. Он их поставил, вообще непонятно как и зачем, что он пытался этим добиться. Короче, я их спиздил, забрал себе, хотя они изначально были мои. А, ну так вот, берём так, оп, снежок выбрасываем, и типа мусоропровод. Оп, правда там, а не, хотя там нихуя не скапливается. Я уже туда столько набросал, а вроде ничего не видно. Так, мусор, тут ничего нет, тут ничего неинтересно. Стекло, закрываем дверь. А, вот тут я забыл вам показать, тут как бы должна быть дверь, но я, к сожалению, не успел её поставить и заснул. Соснул, соснул. Вот, там у меня должна быть, я не совсем достроил, точнее, я её вообще никуда не настроил. Тут у меня это вот посевы, или как это, короче, хозяйство домашнее для объебосов. Вот, я его хочу расширить, то есть оно будет где-то, наверное, клеток. Давайте посчитаем. Раз, два, три. Дальше я не умею считать. Будем считать опять по три. Раз, два, 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 три. Раз, два. Получается шесть клеток по три и одна по два. Это около... Не имею понятия, но, в общем, очень много. То есть я тут построю такую стенку, и будет у меня большой подземный сад. Я тут буду выращивать деревья, фрукты, огурцы, коноплю, вот всё, что нужно для жизни. Пока я засадил какую-то хуйню, вообще не знаю, что это такое, она у меня лежала просто в инвентаре, и я провёл водичку, потому что я слышал, что нужна... Что это, это снег, блядь? На улице снег, ого. В общем, провёл водичку. Водичку провёл. Вот, и по идее они должны расти. Я не знаю, сколько они растут вообще, по идее. Понятия не имею, что это как тут в Майнкрафте. Тут какая-то пещера, в общем, ничего интересного показать нет. Собственно говоря, я всего-то тут три дня играю, поэтому не особо ничего не отстроил, ничего шикарного нет. Зато смотрите, какое окно. Оп, всё видно. Пойдёмте, я вам покажу кое-что ещё. Точнее, кое-что последнее. Это мой атриум. Это будет как бы переход в другую часть моего дома. Там будет большой такой дом. Тут всё застеклено. Зига. Да. Брррр. В общем, типа лестница. Вот это мой балкончик. Охуеть погода. Короче, балкончик, да. Я его нихера не достроил. Он должен быть закрытым, красивым. Это что, это была молния? Нихуя себе! В Майнкрафте есть молния! Вау. Вот это реалистичная игра. Вот это да. В общем, я хочу тут построить, знаете, там всякий камин поставить, плазму. Закрыть всё это деревянное, чтобы было уютно. Ковёр повесить на стены. Тут дверку, тут поудобнее лестницу. Вот здесь где-нибудь будет проход на второй этаж. Вот здесь где-нибудь будет проход на нижний этаж. Вот снизу я хочу поставить колонны, как бы, ну, типа поддерживающие. Но что бы не было. Как будто, блин, эта вся херня конструкция висит в воздухе. Типа добавить реализма. Хотя она пиздец реалистичная. Снег есть. Смотри, какой классный снег. Это же крестики. В общем, ну, вы поняли, да. Вот такой вот у меня дом. Пока вам показать больше нечего. Потому что я не очень, ну, точнее, я не могу много играть в Майнкрафт. Я так покопал, построил, вышел. В целом, ничего такого суперкрутого. Но мне нравится, что он, как бы, такой, знаете, скрытый в горах. Хотя нихуя он не скрытый. Если этот пидорас нашёл мой дом каким-то непонятным образом, что он тут вообще забыл. Я ушёл в какую-то вообще глубинку абсолютную. Икс. Вон у меня координаты. Минус 2446, 101 и 187. И какой-то чувак всё-таки дошёл досюда. Абсолютно, наверное, упоротый был. Я не знаю, кому сюда придёт в голову идти. Потому что все идут в другую сторону. Это что? Это коровы? Откуда они тут взялись? Я хочу внизу себе вырастить коров. А они тут почему-то бегают. На зелёной лужайке. Так. Ну, давайте я вам покажу, как домик выглядит издалека. Что это? Лестница в небеса? Ну-ка, уберём это всё. Это мне не нужно. Это мне не нужно. Так. А он как бы вот такой вот, видите? Он уже вот заходит за облака. Вон там чай. Блядь, что ли? Торчит нахуй! Что за пенис? Я этого не строил даже! Пошла вон корову. Зайди. Подождите, я этого даже не видел. Какого хера? Этот чувак что-то пытался построить у меня дома. Тут вообще всё нормально. Тут вроде ничего не испортил. Тут всё нормально. Кстати, вот смотрите, как у меня ферма выглядит снизу, сверху, наискосок. То есть, вон там мы заходили, а тут как бы, опа, незаметно так в горах. Такой, такая верандочка. Что это за член торчит? Я это вообще не строил. Что за наркоман? Он пришёл, что-то сделал. Мало, вообще практически ничего не украл. То есть, алмазы там, всякий золот осталось на месте. Поставил два факела, открыл все двери и съебался отсюда. Я не понимаю, что он пытался добиться. Ну ладно. Что-то это вот такое. Блядь, охуеть просто. Давайте разрушим это всё. Как я это... Всё, пошло всё нахуй. Меня заебал этот Майнкрафт. Так, ну вот это, это крыша. Это вот как бы тот холик, где там мусор и так далее. Вон там вот вход в... В этот... В ферму. Вон, кстати, видно кусок её недоделанный. Раздрюченный. Вот. Сейчас мы идём по крыше моего... Атриума. Заходим вот сюда. И тут мы и тупим. Всё, тупим. Вот. Вот такой вот у меня домик. Хотя я думал, что он незаметный. У меня вообще было в планах покрыть его говном полностью. Ну, то есть взять вот эту вот... Как это херня? Земля. Когда я всё дострою. И тупо обклась его полностью вот этой землёй. Чтобы он как бы был, знаете, такой... В камуфляже незаметный. Издалека, чтобы её вообще нельзя было заметить. Не считая там, ну... Пока вплотную не подаёшь. И не поймёшь, что опа, а тут дверь, а тут стекло, а тут всё. Вот. Но пока, как видно, я это не хочу делать. Во-первых, это очень геморрой. Ну, во-вторых, я ещё не всё доделал. В-третьих, я даже не знаю, что я буду делать. В-четвёртых, это... В-четвёртых. Но пока что живём вот так. В принципе, мне всё нравится. Ну как, чтобы убить время вообще идеально. Потому что Майнкрафт, я не знаю, такая странная очень игра. Много в неё играть нельзя, но... Одновременно с этим она очень... Такая успокаивающая. То есть, зашёл, вспомнил, что... Блин, надо бы мне построить ванну, туалет и ещё один сральник дополнительный. Я такой захожу, копаю, строю себе ванну, туалет и сральник. И думаю, вау, круто, я построил ванну, туалет и сральник. Пора выйти из игры и лечь спать. Ну, в общем, очень странная игра такая. Что это? Что это, блядь? Я вижу постройку какую-то, подожди. Бомж отстраивается у меня на базе. Это ж не Старкрафт 2. Что? Какого хера он творит? Вон, я вижу его. Это его факел. Я тут вообще никакие факелы не ставил. Он обосновался рядом с моим домом. Ща, я разъебу... Чё-то, чё-то такое... А, это облака. What the fuck is that? Что? Что за голову? Этого не было? Откуда тут люди? Ха-ха-ха-ха! Отк... Что? Блядь, что это? Я не играл всего два дня. Тут какую-то пирамиду построили уже. Откуда люди тут взялись? Пошли зайдём. Может, тут можно чё-то разъебать? Хотя нет, блин, я же хороший человек. Почему у меня сразу мысли разъебать что-нибудь? Как здесь это спуститься? Где лопата? Ой, пацаны, если не так блеванул, пипец, траванулся вискарём каким-то. Домой пришёл. Ща пока доходим, я вам расскажу. В общем, всё было идеально. Если бы не какой-то палёный виски, я от него пипец. Просто там какая-то жёлтая... Не жёлтая, а зелёная херня из моего желудка вынесла. Вылезла. Слушай, он богатый, он использует золотые какашки в камне. А, это типа... Вау, он гений, он гений! Он сделал типа не светильники, а как это, не лампы, блядь. Молния! Эти. Как они называются? На улице мы проходим, который... На улице мы проходим. Сейчас, ребята, мне нужно около пяти минут. Я зайду в гугл. Светильники, лампы, люстры Фонари! Вот как это называется Это называется фонари Он сделал фонари Так, ну давайте поднимемся, посмотрим Ничего не будем ломать Чисто ради теста, можно что-нибудь сломать А нельзя, видите, он заблокировал эту арену Ореол, блять Короче, пидорас живет рядом со мной У меня какой-то богатый сосед, скорее всего, хач Из кирпича дом построил А я вообще не догадывался То есть я тут обошел все Ну вот буквально реально Отвечаю, пацаны, хотя возможно и нет В общем, два дня назад я этого вообще не видел Тут ничего рядом с собой Так это он был, он дошел до моего дома Прорвел дыру ко мне в дом Изнасиловал мой скот и убежал Вполне возможно, именно из-за этого у меня скота нету Хотя ладно Так, дверь Как войти? Нельзя, нельзя войти Он все заблокировал Судя по всему, его зовут И... Инекс И... Инукс Инух Петух Не знаю, что это вообще Ай Но это явно буква Ай, наоборот Хотя хуще поймешь Она наоборот читаться Это я думаю С той стороны нужно читать Это выслятельный знак Сейчас зайдем к нему Он тут садик построил Такое слово Что это? Что это? А, то ж... Слушай, я вот тоже хочу Такой сад под землей Ну, какой читер тут еще А, хуй Ахахахаха Ахахаха Охахаха, чувак оригинален Ахахахаха Ахахахахаха 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 Ахахахаха А я ломал голову, что это такое Блин, ну я чуть-чуть, конечно, пьяный, но это ж надо додуматься Ну смотрите, с этой стороны это вообще нечитаемо Я прочитал как инукс А на самом деле это старый добрый русский пенис в грубой форме. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Хуй. Гениально вообще. Нужно мне такой же поставить. Только я не хуй, я не знаю, что-нибудь типа вагины. Это чё? Это он тут типа будет воду заливать? Вот он уже воду заливает. Кстати, у меня такие же планы были построить грот и купаться в нём. Ну, он как бы для защиты. Чё, подожди. Что это, блядь, было нахуй? Это молния ёбнула? Охуеть! Тут молния в землю бляд. 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 Бам-бам-бам-бам, бьёт. Круто, слушай, такая реалистичная игра, прям как Crysis 2. Хотя Crysis 2 вообще не реалистичная игра. Так, я не понимаю, почему вода... Стойте, тут же только что вода была. Я вот отчётливо видел, у меня окончательно глючит. Я же видел, вода стояла прям волна накатывала. Начиная волна стояла, не накатывала. И это мне показалось. А что там вдалеке? Подожди, что это? Это разрушенный остров? Как он это сделал? Смотрите, там части острова. А, это просто у меня маленький этот рендеринг. Ладно. Ладно. Тут как-нибудь можно домой к нему попасть? Я как хотел посмотреть, что у меня там за интерьер, дизайнерские мысли, вся хуйня. Блин, в итоге видео превратилось не в показ моего дома, а в показ дома его. То есть его садика, надписи хуй. И вот это вот. Вот это, я так понимаю, его летняя резиденция. Ну что-то как-то так. Так, он очень скромно живёт, походу. Хо! А, не, открылась, чёрт. Блядь, хоть посмотрите, что там. Какая-то музыкальная коробка. Я похож на бомжа, который ищет себе жильё. Как будто, я не знаю, тут рыщу по всему его участку. Так, там тоже три печки. С меня спиздил, по-любому, три печки подряд стоят. Я так тоже делаю. Явно моя школа. Там второй этаж есть. Рабочее место. Какая-то херня на полу валяется. Непонятно, что это. Музыкальные коробки или что это, я не знаю. Так, что тут у нас? То же самое. О, подвал. А, нет, это не подвал. Да, это подвал. Или рабочее место, непонятно. Так, ну, что тут у него ещё есть? Давайте дерево разъебём. А, нельзя. Идём дальше, идём дальше. Ты чё, инвалид? Запрыгни. О. Так. Построим. Тут можно самому мост построить? Свой собственный мост. С блэкджеком и женщинами лёгкого поведения. С женщинами горизонтального бизнеса. Блин, ну, ладно, нельзя. Так, где я тут ещё не был? Вроде хуй мы прошли. Я так понимаю, это его не основной дом. Это его дача. В 20 метрах от основного дома. А вот это вот, то, что мы прошли, был нормальный дом. Да, из кирпича. Чё-то я как-то его пролеснул. Ого, что там такое горит? Сейчас зайдём, сейчас зайдём. Так, заходим сюда. А, тут я был. Я тут просто не смотрел в окно. Ну, какой-то очень маленький, очень низкий потолок, как в фрущёвках каких-то. У меня вот чисто сталинский дом, там потолки, как Треволуева. Так, опять фонари золотые. Слушай, какой мажор, а фонари золотые поставил. Тут, типа, у него собственный пруд. Очень-очень глубокий, утонуть можно. Там какой-то, вон, распятие Иисуса вдалеке. Я не знаю, может, он там увлекается чем-нибудь. Нихуяси бы, у него есть каталашка. Или как эта штука называется? Катафалка. О, я его задействовал! Что это? Смотри, они ездят! Что это было? Я сломал, я сломал ему катафалку. Как это нахерня называется? Блядь. Ну, это не катафалка, это поезд, это... Вагонетка, это вагонетка! Смотри, я заставляю действовать вагонетку. Сейчас меня врежется. Оп, я остановил ее. Что я делаю? А тут еще реально ее сломать? Не можно кататься на ней? Что-то она меня не возит. Ладно, в общем, он тут катается, как долбоеб, по кругу. Или я не... Может, он для теста это построил? Тут какое-то вот... Что-то красное. Какие-то черные следы от поноса. Понятно. Вот, вот, в пирамиду надо зайти. Сейчас вот сюда вот посмотрим, что тут написано просто. Там сверху он тут что-то читал, походу. Что за красный камень, кстати? Так, тут написано... Я понятия не имею, что тут написано. А то сейчас слова какие-нибудь, я не знаю. Ладно, пойдем поднимемся в храм его. Ну, или подобие храма, я не знаю. Кстати, я неплохо так построил, мне нравится. Такие лестнички удобные, прыгать не надо. Забираемся наверх. Я так думаю, там у него какое-то место... Блядь, и сюда не зайти. В общем, там у него что-то стеклянное. Здесь они что-то... О, 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 тут что-то можно глянуть, можно как-то... Блядь, и не пройдешь, ведь, сука. Сделал так неудобно, ни хера не видно. Вот отсюда еще глянем, что там у него. Уу, вау! И музыка драматично играет, как мне везет, твои рейс, мои. Охуеть! Там у него внизу какое-то целое... Целый колизей. И лава, и колизей, и лава. Как же так? Подожди, дай поближе. Как-то... Как-то можно глянуть тут... Тут баги этой карты. А, стой, а так не видно, а так не интересно уже. Давай назад тогда. Вон там лава идет. Вон там что-то, видите, внизу. Охереть, там у него столько всего. Я могу ходить по воздуху. И плыгать. Прыгать. Плыгать. Музыка из... Не знаю, какой-то фильм эпического. Там, в общем, у него какая-то шахта. Вот я вижу, она идет вниз. Музыка-то заебала меня где-то. Вот так. Там он дошел до лавы, я так понял. Но там он очень, вон, глубоко порыл, походу. Причем отрыл, так видно, что качественно. То есть там такие четкие стены. Не как вот здесь, вы знаете, хаотично. А там он как-то все выровнял. Может он там что-нибудь строил. В общем, везде тут лава, везде тут лава. Он, кстати, вот в том дальнем углу, вот видите. Вот то, что вот сейчас крестик показывает. Это уже моя зона. Это уже я дорылся до лавы. Вон там даже видно часть начала моего дома. Вон она там, такая стеклянная. Вот где это перекрестие прицела указывает. Вот я дорылся до туда. То есть я теперь просто буду знать, куда мне рыть дальше клаве. Это можно вот сюда вот, как бы, наискосок. Это я не ориентируюсь, но сделаю вид, что я все понимаю. Скажем, это юго-запад. Да, буду рыть на юго-запад. Вырую, короче, к нему. Да, точно, я подкрадусь к нему снизу. Вот здесь где-нибудь построю вход. Вот выйду из лавы и трахну его. Или ее, если повезет. Ну да ладно, ну да ладно. Так, ну тогда возвращаемся. Вон факел какой-то светит. Давайте на факел пойдем. Я думаю, это мой дом. То есть, скорее всего, это какая-то моя химбарка. Или что-то такое, что я не смог достроить. Последний раз глянем на мой великолепный дом и его не очень великолепный дом издалека. Я еще нифига не вижу. Блин, это дождь, свет и что-то отсвечивает у меня в комнате все. Так, вот, что там светит? Я, честно говоря, не помню, чтобы я что-то ставил. Но, как видно, тут какой-то факел. И там вон мой домик. Точнее, не мой домик, а... Ух ты, ловушка. Я попал в ловушку. А мой этот... Атриум, который я называю атриумом. Забегаем наверх. Точнее, а что мы тупим? Пишем команду home, и вот я дома. Мой уютный и комфортный дом. Снег за окном. Снег за окном. Ну-ка, там как бы то же самое. Но у меня есть... Диван, на котором я не могу сидеть. Кровать, на которой я не могу лежать. Двери, которые я могу открывать, но они не помогают. Потому что всякие бомжи все равно попадают в дом. И мой декоративный интерьер в виде дерева и стекла. В общем, вот так вот все отлично. А, если кому интересно, где играть, то играю я на сервере awardcraft.ru Или awardcraft, или... Awardcraft, я не знаю, как это произносить. Там царский английский акцент. Но, короче, вы поняли. Там я просто зашел на топ... Ну, какой там сайт топ серверов Майнкрафта. И нашел третий или четвертый по списку, который назывался awardcraft.ru. Вот. Он мне понравился тем, что там не нужно ничего скачивать, кроме клиента. Тупо запускаешь, вводишь свое имя. В игре пишешь регистрацию на... Там, пароль и логин. Ну, точнее, мыло в пароль. О! Вау! Как он вылез отсюда. В общем, пишешь... Всякую хуйню и играешь. И, блядь, что такое? Не могу нажать. Вот. И все, и все нормально. То есть, я тут как бы один. В горах. Ну, как оказалось, я уже не один. У меня есть брат по... По этому. По тому самому. Вот. Я как-нибудь к нему зайду. Там, все дела. Спишемся с ним. Может, он мне поможет там построить что-нибудь. Походу, парень шарит. Ведь у него там всякие вагонетки, какие-то афалки ездят. А у меня тупо вообще ничего не ездит. Я там не разбираюсь. Так что я что-нибудь построю грандиозное, я думаю. Через месяца три, когда... Когда я не знаю. Когда я уже универ закончу. В общем, это был мой офигенный дом. О, смотрите, как я классно сделал. Видите, тут как бы такие заборчики, чтобы не упасть. Потому что их раньше не было. Я все время падал. Ну, я не разбивался, но это было тупо. А сейчас как бы я интеллигентно обхожу. Так, оп, на лестничку. Медленно спускаемся. Оп. И тут как бы тоже такие, знаете, заборчики. Чтоб нельзя было, знаете, там, сразу спрыгнуть вот так вот, как в контре какой-нибудь. Типа все реалистично. Там, декор я сам выбирал. Надо вот так вот, оп, бочком обходить. Там, шахточку, если надо, открыл. Там, взял инструменты. Пошел, покопал. Попотел. Помыться, правда, негде. Тут, оп, мусор. Больше всего мне нравится эта комната. Она маленькая, комфортная. Здесь можно выбрасывать мусор и людей. В общем, вот такая фигня, чуваки. Так что, если что, можем вместе с вами поиграть. Я вам как-нибудь... Не знаю. Хотя, зачем мне вам давать инвайт, если каждый тут может строить, что хочет. В принципе, я вам уже как-то показал свои координаты. Так что, если что, приходите. Главное, не разрушайте мой дом. Я вас очень прошу. Потому что мне будет очень лень начинать что-нибудь делать заново. Поэтому, если это все разъебется или что-нибудь сломается, то, скорее всего, я просто забью. Мне будет очень лень что-то делать заново. Продолжение следует...